Добрый день! С вами Довин Наташа, художница компании Таир. Не так давно у нас в ассортименте появились спиртовые чернила. Это очень интересный и самобытный материал. И хочется показать, что чернила используют не только для рисования, но и для декора. Берем обычную керамическую кружку и спиртовые чернила Таир. Салфеткой обильно смоченной с пропиловым спиртом протираем кружку, чтобы чернила лучше растекались. Наносим чернила, чередуя разные оттенки. Затем из пипетки добавляем спирт и крутим кружку, добиваясь красивых перетеканий и эффектов. Работать нужно быстро, потому что спирт испаряется почти моментально и краска схватывается. Единственное, что можно контролировать в этом способе декора, это сочетание оттенков. Главное избегать совсем контрастных сочетаний, вроде красного и зеленого, и не смешивать слишком много цветов. Добавлять чернил и спирт можно до тех пор, пока результат не понравится. Если совсем не нравится, то салфеткой, смоченной в спирте, легко стереть все. Но мне нравится результат. Получились таинственные космические переливы. Какое-то время кручу кружку вокруг своей оси, потому что если сразу перевернуть ее, то узоры могут начать стекать вниз. Протираю запропиловым спиртом бодок кружки и очищаю ее изнутри. После высыхания кружка приобретает водостойкость. Можно мыть ее теплой водой с мылом, но без абразивных средств, губок и посудомоченных машин. У меня есть деревянная черная шкатулка. Хочу также задекорировать ее с помощью спиртовых чернил. Лучше всего чернила растекаются по скользкой поверхности. Поэтому я покрыла шкатулку двумя слоями акрилового глянцевого лака. Протираем шкатулку салфеткой с моченым изопропиловым спиртом. Начинаем по капелькам добавлять спиртовые чернила. В этот раз использую только разные перламутровые оттенки, потому что они восхитительно смотрятся на темной подложке. По гладкой и смоченной спиртом поверхности чернила отлично разливаются. При смешивании дарую очень интересные переливы. Стараюсь без остановки крутить заготовку, чтобы чернила нигде не застыли каплями, а ровно покрыли всю поверхность. Иногда добавляю из пипетки несколько капель изопропилового спирта, чтобы нигде не осталось проплешек, а переходы стали более плавными. То же самое делаю на крышке шкатулки. После того, как чернила высохли, они приобретают водостойкость. Поэтому я спокойно рисую по ним акриловыми красками вот такую графическую стрекозу. Мне показалось, что это удачный выбор мотива, потому что перламутровые чернильные оттенки очень напомнили мне расцветку стрекоз. Кое-где добавляю золотых линий, использую акриловый металлик. После высыхания краски закрываю шкатулку универсальным акриловым лаком. Посмотрите еще немного на космические переливы. Все-таки статичная фотография не может передать всего этого блеска и волшебства. Творить с удовольствием и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!